Здравствуйте! В эфире информационно-правовая программа 112. В студии Юлия Гаврюшина я расскажу вам о событиях за последнюю неделю. В период времени с 25 февраля по 3 марта 2019 года на территории Ненецкого автономного округа зарегистрировано 178 сообщений о происшествиях, из них 14 преступлений, 8 из которых раскрыты в течение дежурных суток. К административной ответственности привлечено 46 граждан за распитие алкоголя и появление в общественных местах состояние алкогольного опьянения. За неделю произошло 12 дорожно-транспортных происшествий, пострадал один человек. Так, 25 февраля 2019 года примерно в 13 часов 00 минут в районе магазина Сахалин по улице 60 лет Октября города Наринмара произошло ДТП с участием автомобилей и снегохода. Водитель снегохода не учел дистанцию до впереди идущего автомобиля, в результате чего выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с внедорожником, с которым впоследствии совершил столкновение еще один автомобиль. Мужчина, управлявший снегоходом и находившийся в состоянии опьянения, доставлен в окружную больницу. В связи с произошедшим сотрудники отдела ГИБДД УМВД России по Ненецкому автономному округу призывают водителей к соблюдению правил дорожного движения, скоростного режима, дистанции между автомобилями, проезда перекрестков и пешеходных переходов, а также водителям необходимо избегать резких маневров при управлении транспортным средством. 28 февраля 2019 года в окружную полицию обратилась жительница Наринмара 1959 года рождения, ставшая жертвой телефонного мошенничества. Полицейским женщина рассказала, что ей на телефон позвонил человек, представившись работником службы безопасности банка, и сообщил, что с ее банковской карты мошенники пытаются осуществить перевод денежных средств и для аннулирования данной операции ему необходимо выполнить ряд действий, и с этой целью ему необходимы реквизиты ее карты, все коды и пароли, которые будут поступать ей на телефон в смс-сообщениях. Женщина, будучи уверена, что разговаривает с работником банка, сообщила ему всю информацию, после чего с ее счета произошло списание денежных средств около 9 тысяч рублей. Поняв, что стала жертвой телефонных аферистов, она обратилась в полицию. Уважаемые жители округа, сотрудники полиции в очередной раз призывают вас никому и ни при каких обстоятельствах не сообщать реквизиты своих банковских карт. Представители банка их знают. Ни одна организация, включая банк, не вправе требовать эту информацию, а также коды и пароли. Для того, чтобы проверить информацию, которую сообщает вам звонящий, необходимо прекратить разговор и позвонить в клиентскую службу поддержки банка. Отделом уголовного розыска Управлением ВД России по Ненинскому автономному округу в ходе проведенных мероприятий разыскан находящийся в федеральном розыске мужчина 77 года рождения, подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного статьей 322 Прим-3 Уголовного кодекса Российской Федерации, фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации. Стражи порядка напоминают, что под фиктивной постановкой на учет иностранных граждан или лиц без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации понимается постановка их на учет по месту пребывания в Российской Федерации на основании представления заведомо недостоверных, ложных сведений или документов, либо постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания в Российской Федерации в помещении без их намерения фактически проживать, пребывать в этом помещении, или без намерения принимающей стороны предоставить им это помещение для фактического проживания, либо постановка иностранных граждан или лиц без гражданства на учет по месту пребывания по адресу организации, в которой они в установленном порядке не осуществляют трудовую или иную незапрещенную законодательством Российской Федерации деятельность. В соответствии со статьей 322 Прим. 3 Уголовного кодекса Российской Федерации, фиктивная постановка на учет иностранного гражданина или лица без гражданства по месту пребывания в Российской Федерации наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового в следственном отделе управления МВД России по Ниньскому автономному округу ведется следствие по уголовному делу, возбужденному по факту хищения неизвестным лицом планшета, принадлежащего жительнице Наринмара, совершенного путем свободного доступа из ее квартиры. Оперативниками отдела уголовного розыска в ходе мероприятий по выяснению всех обстоятельств противоправного деяния установлено, что хищение совершил сосед заявительницы, молодой человек 99 года рождения. Ранее уже судимый за аналогичные преступления. В настоящее время гаджет у него изъят и приобщен к уголовному делу как вещественное доказательство. В ходе работы в рамках данного уголовного дела оперуполномоченными оперативным путем также получена информация, что злоумышленник ранее совершил еще одно хищение из квартиры этой же женщины, только денежных средств в сумме 6 тысяч рублей, о котором потерпевшая не сообщала в правоохранительные органы. В настоящее время по выявленному факту кражи молодой человек дал признательные показания, проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 1 марта 2019 года сотрудники полиции, заступившие на дежурство, получили информацию о девушке 1991 года рождения, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьей 157 Уголовного кодекса Российской Федерации, неуплата средств на содержание детей и скрывающиеся от Наринмарского городского суда. В ходе патрулирования жилых районов нарядом патрульно-постовой службы полиции, разыскиваемая обнаружена в поселке Искателей на улице Губкина, после чего доставлена в управление и водворена в изолятор временного содержания Управлением ВД России по Ненинскому автономному округу. Информационный центр ОМВД России по Ненинскому автономному округу информирует, что с 1 марта 2019 года изменился график приема граждан по вопросам предоставления государственных услуг по летней выдаче архивных справок и архивных копий документов, справок о реабилитации жертв политических репрессий и государственной услуги по проставлению апостиля на официальных документах, подлежащих вывозу за пределы территории Российской Федерации. Заявления принимаются на личном приеме в информационном центре с понедельника по пятницу с 14.00 до 17.00 часов в кабинете номер 102 по улице Выучейского, дом 13. Также информационный центр напоминает, что при обращении через единый портал государственных услуг можно получить в ускоренный срок электронный образ готовой справки о наличии либо отсутствии судимости, а также справки о том, является или не является лицо подвергнутым административному наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача. Заполненному электронному заявлению необходимо подкрепить сканированные страницы паспорта гражданина Российской Федерации, страницы, содержащие сведения о личности владельца паспорта, о регистрации по месту жительства и снятии с регистрационного учета, об отношении гражданина к воинской обязанности. Всю интересующую информацию можно получить по телефону 4-23-78. Телефонное мошенничество получило развитие с начала 2000-х годов, когда сотовый телефон стал массовым и доступным. В настоящее время, когда широко используются мобильные телефоны и личный номер может быть у всех от малолетнего ребенка до глубокого старика, случаи телефонного мошенничества растут с каждым годом. Чаще всего в сети телефонных мошенников попадаются пожилые или доверчивые люди. При этом каждый человек может стать жертвой мошенничества, если не будет следовать простым правилам безопасности. Одной из основных схем телефонного мошенничества является обман по телефону. Родственник или знакомый попал в беду. Например, звонят с незнакомого номера. Мошенник представляется родственником или знакомым и взволнованным голосом сообщает, что задержан сотрудником полиции и обвинен в совершении того или иного преступления или правонарушения и просит помочь. Это может быть управление автомобилем в состоянии опьянения, ДТП, хранение наркотиков, нанесение тяжких телесных повреждений и даже убийство. Местом совершения может быть другой регион. Далее в разговор вступает якобы сотрудник полиции. Он идет навстречу и соглашается решить проблему без привлечения к ответственности. Либо сам предлагает ее решить и уверенным тоном сообщает, что уже не раз помогал людям таким образом. Для решения вопроса необходима определенная сумма денег, которую следует перевести на банковскую карту, либо привести в оговоренное место или передать какому-либо человеку. Цена вопроса варьируется от тысячи рублей до нескольких десятков тысяч долларов США. В организации обмана по телефону могут участвовать несколько преступников, для пущей убедительности перенаправляя друг на друга. Если жертва преступления поддалась на обман и согласилась перевести или привести указанную сумму, звонящий называет номер карты или адрес, куда нужно перевести или привести деньги. Мошенники стараются действовать быстро, запугивают жертву, не дают ей опомниться, ведут непрерывный разговор с ней, вплоть до получения денег. Как только деньги оказываются у них, перестают выходить на связь. Сотрудники полиции напоминают гражданам, что требование взятки является преступлением и что к ответственности привлекается как лицо, пытающееся дать взятку, так и должностное лицо, требующее эту взятку за решение какой-либо проблемы. И при получении подобных звонков рекомендуют первое и самое главное правило прервать разговор и перезвонить тому, о ком идет речь. Если телефон отключен, связаться с его родственниками, друзьями или коллегами для уточнения информации. Следует задать уточняющие вопросы, ответы на которые посторонним неизвестны. Спросить, из какого отделения полиции звонящий. После звонка следует набрать 02, узнать номер дежурной части данного отделения и поинтересоваться, действительно ли родственник или знакомый доставлен туда. И при подтверждении информации сообщить о поступившем звонке. Проявляйте внимательность и бдительность и не давайте злоумышленникам обогатиться за ваш счет. Сто лет назад, 1 марта 1919 года, в системе МВД России был создан кабинет судебной экспертизы «Предцент розыски РСФСР» – первое экспертное подразделение в органах внутренних дел России. В конце 20-х годов прошлого столетия в органах милиции стали создаваться научно-технические подразделения, кабинеты экспертизы, научно-технические части. Возникнув в составе уголовного розыска, они были преобразованы в научно-техническую службу милиции. А с 1964 по 1981 год находились в составе оперативно-технической службы органов внутренних дел. История экспертно-криминалистического центра в округе начинается с 1979 года, когда в штат органов внутренних дел Недницкого окрасполкома была введена должность старшего эксперта-криминалиста. Экспертно-криминалистическую лабораторию создавал выпускник факультета экспертов-криминалистов Волгоградской высшей следственной школы МВД лейтенант милиции Кузнецов Александр Александрович. На протяжении 15 лет он один выезжал на все места происшествий и проводил исследования для подразделений милиции и окружной прокуратуры. Лишь в 1993 году ввели вторую должность эксперта-криминалиста. С 2001 по 2018 год руководителями экспертно-криминалистического центра были Удальцов Владимир Викторович, Воробьева Лариса Михайловна, Евгений Олегович Дворник, Рудская Светлана Федоровна. Сегодня экспертно-криминалистический центр возглавляет майор полиции Онищенко Надежда Григорьевна. Работа эксперта это не только проведение экспертиз в служебном кабинете, но и многочисленные выезды на осмотры мест в любое время суток и в любую точку округа. На карте Ненецкого автономного округа нет ни одного населенного пункта, где не побывал сотрудник экспертно-криминалистического центра управления ВД России по Ненецкому автономному округу. При этом командировки могут затянуться на неопределенный срок из-за погодных условий. Руководство и личный состав управления ВД России по Ненецкому автономному округу поздравляют сотрудников с профессиональным праздником, желают здоровья, семейного благополучия и успехов в службе. Если вы стали очевидцем происшествий или преступлений, сообщайте об этом в дежурную часть Управления ВД России по Ненецкому автономному округу по телефону 02 или 4-21-26. Это была программа 112 с обзором событий за прошедшую неделю. Будьте бдительны, берегите себя и своих близких.